Здравствуйте! В эфире программа «Простыми словами» и я, ее ведущий, Владимир Лапкин. В каждой программе мы обсуждаем непростые вопросы и вместе пытаемся найти на них ответ. И даем его вам простыми словами. Приближается дачный сезон. Некоторые уже успели выехать на свои сотки, а кто-то еще только решил ими обзавестись. Достаточно часто встречаются объявления о продаже дачных домов и участков. Но всегда ли нужно тратить большие деньги на покупку земли? Альтернативный вариант – стать членом СНТ. О том, как вступить в ряды дачников, какие правила придется выполнить, расскажем далее. Для начала, как всегда, немного разберемся в терминологии. СНТ – это садоводческое некоммерческое товарищество. Такие организации существуют на добровольных началах и призваны помогать своим членам в решении общих задач. В собственности СНТ находятся территории общего пользования и коммуникации, внутренние дороги, водопроводные, электрические и газовые сети. На общих территориях чаще всего находятся магазины, детские спортивные площадки, пожарные водоемы. Среди общих территорий часто есть пустующие земли. Их может получить любой желающий. Как стать членом товарищества, мы узнали у председателя Союза садоводов. Какие необходимые меры? Подойти к председателю, во-первых, спросить, есть ли у вас пустующие участки. Вот, например, СНТ «Пеньки» земли у нас предостаточно. Только за три года раздали 380 участков бесплатно за вступительный взнос. То есть человек находит себе участок, обтягивает сигнальной лентой, чтобы мы знали, что он уже занят на будущее. В дальнейшем собрании уполномоченных мы его принимаем в члены кооператива. И после собрания выдаем членскую книжку и, пожалуйста, хоть на следующий день делайте межевание и получайте участок в собственность. Стоимость вступительного взноса не превышает 5000 рублей. За эти деньги можно получить участок от 2 до 20 соток на человека. Разумеется, земля эта будет не разработанной. Но зато на территории СНТ, где уже есть дороги и электричество, их обслуживание и ремонт строительства ведутся на средства членов СНТ. В строительстве дороги или ремонт линии электропередач чаще всего происходит сбор в так называемых целевых взносах. Их уплачивает каждый член СНТ. Текущие расходы СНТ, как юридического лица, оплачиваются из ежегодных взносов. Помимо этого, из них оплачиваются зарплаты штатных сотрудников товарищества, председателя, бухгалтера и электрика. Размер взноса устанавливается на общем собрании и чаще всего привязан к количеству земли. Тот, у кого больше земли, платит больше взнос. Однако в некоторых товариществах взносы равны для каждого собственника земли. Земельный участок, полученный в СНТ и оформленную собственность, такой же объект недвижимости, как и квартира. Он может передаваться по наследству, его можно сдать, продать, заложить. Однако есть некоторые нюансы. Прежде всего, стоит сказать о том, что участок должен использоваться по назначению. Если в течение трех лет человек, получивший участок в СНТ, не начинает разрабатывать его, на территории ничего не высаживается и не ведется строительство, то такой участок переходит обратно в собственность СНТ. Кроме того, определенные ограничения накладывают и дачное предназначение участка. На нем невозможно построить большой дом для постоянного проживания. Прописаться на даче не всегда удастся. Однако строительство небольшого дачного домика, теплицы и прочих хозяйственных построек не запрещено. А что еще нужно для комфортного отдыха на даче? Участок в СНТ имеет большое количество преимуществ. Решайтесь на приобретение своих соток земли. Все обязательно получится. Удачного вам дачного сезона. О других дачных вопросах мы расскажем в следующих выпусках программы. Будьте внимательны в деталях, а мы расскажем о них вам простыми словами. Редактор субтитров А.Семкин